Президент России Владимир Путин проводит в Кремле трехсторонние переговоры с коллегами из Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном по Нагорному Карабаху. Отметим, что в последний раз Пашиняна и Алиев встречались год назад, в феврале 2020 года, в Мюнхене. Известный российский журналист и аналитик Аркадий Дубнов, комментируя трехсторонние переговоры в Москве, подчеркнул, что Москва хочет успеть добиться каких-то результатов по карабахскому регулированию до инаугурации Джо Байдена 20 января, чтобы самостоятельно решать этот вопрос и не допустить вмешательства США и Франции. Россия озабочена тем, что Азербайджан не подписал документ о мандате миротворцев в отличие от Армении. Баку хотел бы получить полный контроль на все пункты въезда в Нагорный Карабах и в том числе со стороны Армении. И полного разоружения армянских военных в Карабахе также Баку хотел бы принять участие в управлении даже той части Нагорного Карабаха, которая сегодня под контролем российских миротворцев. «Я не думаю, что полностью вот такого рода претензий вполне готовы принять в Москве», – сказал Дубнов в интервью «Радио Свобода», передает канал 13. По его мнению, Москва обеспокоена и сообщениями о возможности размещения в Азербайджане турецких военных баз, что негативно сказывается на отношениях Москвы, Санкаро и Баку. Дубнов отметил, что не считает случайным ужесточение позиций Москвы по вопросу о сбитом 9 ноября российском вертолете Ми-24. «Я это рассматриваю как некий элемент давления на Баку для того, чтобы добиться в общем приемлемых и для Москвы условий», – сказал он. Азербайджан попытается заинтересовать Москву и Ереван открытием дороги через Нахчеван и экономическим преобразованием региона. Думаю, что это серьезное предложение, от которого в Москве вряд ли станут отмахиваться. Это поможет Москве диверсифицировать маршруты и экспорты своих энерго ресурсов на запад», считает Дубнов. Субтитры создавал DimaTorzok